1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, 2. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели божие назидания в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законноучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. 2. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. 3. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. 4. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. 5. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 6. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 7. Сорю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. 8. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. 9. Таковы и Меней и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 1. Тимофей 2. Итак. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 2. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 3. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. 4. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. 5. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. 6. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили мужи молитвы, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. 7. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 8. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 9. Впрочем, спасется через щедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. 1 Тимофею, 3 глава. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, а одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповеданным в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофей, 4 глава. 2 Тимофей, 5 глава. И ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. 3 Негодный же ибо объебасен отвращайся, а упражняй себя в благочестие, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 4 Слово сие верно и всякого принятия достойно. 5 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 6 Проповедуй сие и учи. 7 Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 7 Да, коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. 8 Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 9 А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 10 Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофею 5 глава Старца не укоряй, но увещивай, как отца. Младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. 2 Вдовиц посчитай, истинный вдовиц. 3 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью, и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 4 Истинная вдовица и одинокая надеются на Бога и пребывают в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. 5 И сие внушай им, чтобы были беспорочны. 6 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 6 Вдовица должна быть избираема не менее как шестидесятилетняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. 7 Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. 8 Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. 9 При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. 10 Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. 11 Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. 12 Достоинно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 12 Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящего и трудящийся достоин награды своей. 13 Обвинения на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. 14 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. 15 Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю Тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 15 Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. 16 Храни себя чистым. 17 Впредь пеня одну воду, но употребляй немного вина ради желудка Твоего и частых Твоих недугов. 17 Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывается впоследствии. 18 Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. 1 Тимофея 6 глава. 18 Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. 19 Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. 20 Учись ему и увещевай. 21 Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 22 Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. 23 Удаляйся от таких. 24 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 25 Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 26 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 27 А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 28 Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 29 Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. 30 Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван. 31 И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. 31 Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 32 Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 33 Ему честь и держава вечная. Аминь. 34 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения, 35 Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 35 О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла, глава первая. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному Сыну. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, «Он, открывшийся же нам, ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог духам святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осиськи оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим чанем искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». 2 Тимофея 2 глава «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом и Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 3 Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 4 Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. 5 Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. 6 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. 7 Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. 8 Верно Слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. 9 Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. 10 Ибо Себя отречься не может. 10 Сие напоминаю и заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. 11 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. 11 А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. 12 И Слово их, как рак, будет распространяться. 12 Таковы имене и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушает в некоторых веру. 13 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. 14 Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. 15 А в Большом Доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. 15 И одни в почетном, а другие в низком употреблении. 16 Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 16 Юношеских похотей убегай. 17 А держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. 18 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. 18 Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. 19 Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? 2 Тимофею 3 Глава. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, стребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 3 Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, 4 Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 5 Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. 6 Как и Ани и Амври противились Моисею, так и сии противятся истины. 7 Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 8 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконе и листрах. 9 Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 10 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 11 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 12 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 12 Притом же ты из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. 13 Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофеев, 4 глава. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. 3 Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 4 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 6 Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. 7 А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 8 Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Кресткент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. 9 Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. 10 Тихий-ка я послал в Ефес, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. 11 Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. 12 Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. 13 При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. 14 Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. 15 И я избавился из львинных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. 15 Ему слава во веки веков. Аминь. 16 Приветствуй Прискилу и Акилу, и дом Анисифоров. 17 Я раз остался в Каринфе. Трофима же я оставил больного в Мелите. 17 Постарайся прийти до зимы. 18 Приветствую тебя и Вул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. 19 Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. 19 Господь Иисус Христос.